Видеоролик создан специально для сайта fb.ru Сегодня существует большое множество самых разнообразных кушаней. Судя по многочисленным отзывам, большой популярностью пользуется такое блюдо, как гротен пармонтье. Среди потребителей бытует мнение, что французская кухня для обычного человека довольно сложная. Однако рецепт, представленный в данной статье, является тому опровержением. О том, как я делаю вкусный гротен пармонтье, далее. Чтобы приготовить это блюдо, мне понадобятся следующие продукты. Репчатый лук, картошка, паприка, измельченный сыр, моцарелла и перец, мясо, я использую говяжий фарш, измельченная петрушка. Кроме того, еще нужно будет приобрести сливочное масло, муку, молоко, соль и мускатный орех. Из этих ингредиентов я буду делать соус бешамель. В первую очередь я делаю соус. Для этой цели я растапливаю масло в небольшой кастрюльке или сковородке. Желательно, чтобы интенсивность огня была сей. Далее в жир добавляю нужное количество муки. Теперь содержимое посудины мне нужно хорошенько перемешать, чтобы получить однородную консистенцию. Через 7 минут кастрюлю снимаю с плиты. За это время смесь приобретет светло-золотистый цвет. В отдельную посудину наливаю молоко и ставлю на огонь. Когда этот продукт достаточно нагреется, постепенно смешиваю его с растопленным маслом. Теперь мне остается тщательно взбить заготовку, чтобы образовалась однородная масса. Ее нужно будет довести до кипения, а потом еще 10 минут варить, периодически перемешивая. В самом конце в соус я добавляю соль и мускатный орех. Теперь можно приступать к приготовлению непосредственно самого блюда. Я разогреваю духовку до 200 градусной температуры. Пакет говядины смешиваю с петрушкой, луком, паприкой и перцем в большой миске. При необходимости вы можете добавить соль. Теперь содержимое посудины следует хорошенько перемешать. Картофель после чистки варю до тех пор, пока он не станет достаточно мягким. Данная процедура у меня занимает не более 6 минут. Готовую картошку аккуратно нарезаю ломтями. Их аккуратно выкладываю на дне формы для выпекания. Дальше я использую мясную смесь. Приступаю к изготовлению фрикаделек. Они должны быть среднего размера. В целом у меня получается около дюжины мясных фрикаделек. Их я аккуратно определяю на плоские ломтики картофеля в форме. Остальные ломтики я буду использовать в качестве перегородок между фрикадельками. Таким образом у меня получаются отсеки с мясом. После этих действий каждый такой отсек я наполняю до краев приготовленным соусом бешамель. В самом конце я обогащаю сыром моцарелла. После выполнения этих действий форму с заготовкой можно определять в предварительно разогретый духовой шкаф. Процедура выпекания будет длиться всего 15 минут. Если вы все сделаете правильно, то можете порадовать своих близких удивительно вкусным сырным и сливочным блюдом. Опробовал ли ты гротен Пармонтье? Делись своим ответом в комментариях. Подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео. Видеоролик создан специально для сайта fb.ru До новых встреч! Продолжение следует...